Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствия и почтения вашему драгоценному вниманию. Тема Марты. Ревизия своих внутренних качеств. Отец-Абсолют читает Лора. Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! Сегодня мы с вами поговорим о том, почему некоторым из вас никак не удается избавиться от чувства собственной неполноценности. В том числе и энергетической. И хотя мы с вами много говорили на эту тему, сейчас я хочу обратить ваше внимание на еще одну грань вашего, этого явления, которое обычно упускается из виду. И речь пойдет об уязвимости и зависимости вашей внутренней самооценки не от внешних факторов, а от самовосприятия. В основе которого лежат ваши природные качества. Именно их влияние преодолеть вам труднее всего, поскольку и даются они вам для вашего нынешнего воплощения именно в том виде, который больше всего соответствует потребностям вашей души на нынешнем этапе ее развития. Другими словами, вы рождаетесь уже с определенными настройками на восприятие мира. Те препятствия духовного плана, которые не удалось вам преодолеть в своих предыдущих воплощениях в трехмерном мире, возвращаются к вам до тех пор, пока вы не сумеете справиться с ними уже окончательно. Чаще всего этими препятствиями даже для духовно чистого человека являются такие качества, как страх во всех его проявлениях, гордыня, лицемерие, порой и бессознательное, ведь даже желание казаться лучше, чем вы есть на самом деле, уже является лицемерием и в меньшей степени скромность, которая на самом деле не украшает человека, а лишь принижает его достоинства. Эти качества коварны тем, что человеку очень трудно их заменить, поскольку в трехмерном мире они настолько распространены, что уже не считается чем-то постыдным, а порой даже наоборот меняют знак с минуса на плюс. Так страх помогает человеку избежать опасностей и не позволяет ему совершить рискованные поступки. Гордыня превращается в гордость, а скромность в кротость, что вовсе не осуждается современным обществом. Что же касается лицемерия, то в той или иной степени оно присуще чуть ли не каждому жителю Земли, за редким исключением, поскольку предельная искренность и чистота зачастую воспринимается в вашем обществе как глупость и бессилие. И, конечно, такая подмена понятий не случайна, поскольку трехмерный мир диктует свои правила выживания в нем. Но сейчас на пороге пятого измерения пришло время, мои родные, посмотреть правде в глаза и расставить все по своим местам, по крайней мере в своей собственной душе. Конечно, делать это нужно аккуратно, дабы не причинить боль и страдания себе и своим близким. И тем не менее провести ревизию своих внутренних качеств с учетом уже не реалий трехмерного мира, а с позиции человека, чье сознание вышло на уровень четвертого или даже пятого измерения, становится сейчас насущной необходимостью. Это поможет вам посмотреть на себя самого со стороны и подкорректировать то, что до этого времени вам сделать не удавалось. Только освободившись от последней шелухи трехмерного мира, вы сможете обрести настоящую уверенность в себе, в основе которой лежат не ложные ценности, привычки и традиции мира третьего измерения, а вечные духовные основы, которые соизмеряются с такими же вечными и непреложными законами Вселенной. И я благословляю вас на это, любящий вас безмерно, Отец-Абсолют говорил с вами. Приняла Марта. Маленькое дополнение. Дорогие друзья, очень часто в последних роликах я говорю о том, что человек осознающий, человек мыслитель, человек развивающийся в расширении, восприятии, он уже с одиннадцатого одиннадцатого проживает в мирах 5D, то есть проживает его сознание или проживает его тонкая природа. И постепенно, а это происходит очень быстро сейчас, эта энергия с высших уровнях сливается или ассимилируется или принимается уже эфирным и физическим проводниками. То есть можно сказать, что дух одухотворяет тело. Такой человек сначала начинает мерцать на уровнях 5D, а потом и светится. Опять же, у каждого свои ритмы, у каждого свои скорости, у каждого свои намерения и у каждого свои настройки. Это, знаете, как скрипка Страдивари. Вот свое звучание. Поэтому у одних будет происходить все очень быстро, у других медленнее, но в принципе все уже живут в мирах 5D, то есть постепенно выстраивая новый дом или укореняясь в другой мерности, что позволит ему потом безболезненно проявиться в этих пространствах по закону соответствия. Подобное притягивает подобное. То есть практически он создает себе пятимерный шаблон поведения и живет уже так. То есть он мирный, гармоничный, доброжелательный человек и ведет себя соответственно. Субтитры создавал DimaTorzok